Войны и цивилизация Машины войны Монтана, 1876 год Лагерь индейцев Сиу и северных Шайенов У реки Литтл Бигхорн Во главе их вожди Сидящий бык, неистовый конь и желчный пузырь Для американского правительства Индейцы Великих Равнин Оказались препятствием для экспансии на запад Задачей армии было расчистить путь Белому человеку до Тихого океана В июне 1876 года Генералу Джорджу Армстронгу Кастеру приказано оттеснить Сиу и Шайенов в правительственную резервацию Утром 25 июня Разведчики Кастера из племени Кроу Сообщили об индейском стойбище С семью тысячами обитателей Около двух тысяч из которых воины У Кастера всего 600 всадников Но он уверен, что дисциплина И огневая мощь современной армии Превзойдут жалких дикарей Он посылает две роты На разведку позиций индейцев Одной командует майор Маркус Рино Другой капитан Фредерик Бентин При пересечении реки Литтл Бигхорн Колонну Рино Из 140 человек атакуют Превосходящие силы индейцев И среди них молодой Шайен По имени Деревянная нога Я израсходовал 4 из своих 6 выстрелов Не знаю, попал ли хоть раз Я видел, как Сив Всадил стрелу в затылок солдату Другая стрела попала ему в плечо Он свалился с коня на землю Рота Рино беспорядочно Отступила за реку Потеряв около половины людей Индейцы двинулись вдоль реки Надеясь отрезать его Кастер находился на холме над рекой И его все сильнее отрезали От его двух рот Выше по течению рота Бентина пыталась обнаружить индейцев Не найдя их, она вернулась назад Бентин и Рино объединили силы Теперь они полностью потеряли связь с Кастером Не зная местоположения Рино и Бентина Кастер решил атаковать сам Войны желчного пузыря Преследовали Рино Но увидев, что Кастер атакует Они изменили направление Кастер написал короткую записку И послал гонца Бентин, давай, большое стойбище Быстрее, нужны припасы Земля была покрыта кустарником Индейцы легко скрывались в нем Желчный пузырь послал к неистовому коню За подкреплением Слишком поздно Кастер понял Насколько он в меньшинстве Бентин не подходил Сражаться приходилось в одиночку Кавалеристы спешились И заняли позиции для стрельбы Индейцы атаковали и на лошадях Испешившись Идущих по земле Кастер не видел Деревянная нога была среди них Индейцы постоянно видели солдат Потому что бледнолицые были в основном на хребте Их кони находились рядом Но солдаты не видели наших воинов Которые, оставив своих коней Пробирались через заросли кустарника Через несколько минут Воины полностью окружили солдат Вождь хромой бледнолицей закричал Вперед! Мы можем перебить их всех После этого бледнолицей обезумели Вместо того, чтобы стрелять в нас Они повернули оружие на своих Еще до того, как мы приблизились к ним Они были мертвы Они убили друг друга Индейцы выиграли битву Но им было не выиграть войну Через год после Little Big Horn Армия разрушила стойбище Неистового коня Двумя легкими орудиями Неистовый конь сдался без боя На другом континенте Британцы боролись С последними сопротивлявшимися аборигенами Южной Африки Зулусы под командой воина Сетивайо Были последним препятствием для Британии Тактика Зулусов состояла в том Чтобы приблизиться к противнику бегом Словно кавалерия, атакующая без лошадей Когда Зулусы метали свои копья в британцев Это напоминало схватку римских легионеров С армией стрелков И иногда они побеждали В январе 1879 года Через три года после Little Big Horn Сетивайо Совершил неожиданный набег На Изан-Дваны 1700 британцев Были убиты Как и неистовый конь в Америке Сетивайо был обречен Через шесть месяцев Он был разбит В Улунди Для британцев это означало Исчезновение черной военной опасности В Южной Африке После Улунди Британцам нечего было больше бояться Зулу Но им угрожало и другое племя Белое племя Африки Буры В Англо-Бурской войне 1899-1902 Ставки были высоки Алмазы и золотые копья Южной Африки И контроль над Атлантическим И Индийским океанами Буры были потомками голландских колонистов 17 века Это были суровые независимые люди Доверявшие британцам Не больше чем африканцам Буры были фермерами Их вотчиной был вельт Широко раскинувшееся пространство Подобное степям Азии Тяжелый климат Сложный рельеф Буры знали каждый его дюйм Они были прекрасными наездниками И у них были новейшие дальнобойные винтовки Буры были в массе Своими лучшими стрелками Чем британцы 15 декабря 1899 года Они столкнулись В битве под Колянсо Британцы потеряли более тысячи человек И лишились 11 орудий У буров погибло 50 человек Пользуясь партизанской тактикой Наскок отход Буры выигрывали битву за битвой Раздражая правительство Британии Обещавшее короткую войну И возвращение войск к Рождеству У Британии было в Южной Африке 25 тысяч солдат Постепенно число находящихся там Британских солдат Достигнет полумиллиона У буров никогда не было Более 83 тысяч воинов В распоряжении В ноябре 1899-го Буры начали осаду Британского гарнизона В Леди Смит За 4 месяца 3200 человек погибли Защищая его Но удача повернулась Лицом к британцам Деньги, численное превосходство И стремление к победе любой ценой Принесли им победу В мае 1902-го Она обошлась дорого Число потерь британцев Достигло 22 тысяч У буров 4 тысячи Америка и Британия В войнах 19-го века Не считались людскими потерями Американцы боролись за свою судьбу Британия управляла Богатейшей в ее истории империей Войны и цивилизация Войны и цивилизация В феврале 1904-го года Японские торпедные катера Неожиданно напали на Россию Уничтожив почти половину ее флота Без предупреждения Без объявления войны Умышленный и разрушительный акт агрессии Недавно модернизированная Япония Бросала вызов военному превосходству Европы Порт Артур был единственным Круглый год незамерзающим портом России на Дальнем Востоке 8 февраля японцы Начали его осаду С блокадой Порт Артура Российские подкрепления Спешившие из Европы Оставались без базы Следующим шагом В военных планах японцев Был разгром российской армии Армия Японии Насчитывающая 283 тысячи человек Столкнулась с армией России В 4,5 миллиона Соотношение было 15 к 1 Несмотря на тяжелые потери, японцы продолжали осаду Порт Артура Последний оплот пал под новый 1905 год Десятитысячная голодающая русская армия сдалась В начале 20 века В первом противостоянии двух современных армий Испытывались новые виды вооружений Один из них Дальнобойная артиллерия Другой пулеметы Которые станут важнейшей частью пехоты В грядущих мировых войнах Японцы сражались бесстрашно В Порт Артуре они потеряли 59 тысяч человек Против 31 тысячи погибших русских Япония становилась грозной силой Последним сражением русско-японской войны Стала Цусимская битва Состоявшаяся 27 мая 1905 года Это была крупнейшая морская битва На уничтожении после Трафальгарской битвы За век до этого Русские под командой адмирала Рождественского Подтянули свой Балтийский флот Для освобождения Порт Артура Японский адмирал Того Расположился в ожидании у побережья Кореи Вблизи Пуссана Суда японцев превосходили русские в скорости и вооружении Через два дня сражения две трети русского флота было потоплено А оставшиеся корабли, за исключением трех, захвачены Западные журналисты Западные журналисты ехали на край света, чтобы увидеть сражение Но любопытнее всех были иностранные генералы Приехавшие понаблюдать новые военные технологии Девять лет спустя люди, изображенные на фото Будут сражаться друг с другом в Первой мировой войне 21 августа 1914 года Три аэроплана британских королевских воздушных частей Обнаружили немецкую кавалерию, двигающуюся к шахтерскому городку в Бельгии, Монсу Аэроплан был недавним изобретением Но здесь, всего за неделю боевых действий Новая машина сыграла важную роль в войне Обнаружив немцев в неожиданном месте В нейтральной Бельгии На следующий день Британия ответила Всадники Драгуна из гвардии атаковали немецких керасиров Зарубили нескольких саблями И преследовали остальных, пока не столкнулись с немецким стрелковым батальоном на велосипедах Всадники, бывшие ранее элитной силой на полях сражений всего мира Отправились в бой благодаря аэропланам И столкнулись с солдатами на велосипедах Это была первая война эпохи машин Германские части под Монсом попали на территорию нейтральной Бельгии не случайно В этот день, в конце лета, немцы двигались в сторону Франции Согласно четкой разработанной стратегии плану Шлиффена План Шлиффена был направлен против двух потенциальных врагов Германии, России и Франции И исходил из двух предпосылок Первая, русским понадобится шесть недель для переброски войск Вторая, шести недель достаточно, чтобы разбить Францию Для внезапного неотразимого удара по Франции неожиданность была главным элементом Неожиданность была в том, что Франция не ждала атаки из нейтральной Бельгии Армия Германии вошла в Бельгию и приготовилась вторгнуться во Францию Все шло по плану И немецкий штаб был уверен, что война будет закончена К Рождеству Но они не знали того, что фельдмаршал сэр Джон Френч Командующий британскими экспедиционными силами Неожиданно двинул свои части туда, где должна была пройти немецкая первая армия В то утро над Монсом сияло солнце Передний край британцев был хорошо замаскирован Он проходил по грудам отвала из угольных шахт и вдоль канала Атакующие немцы могли видеть британцев только на позициях перед мостом Именно здесь будет показан первый пример доблести в этой войне Самый уязвимый из мостов Монса обороняло подразделение королевских стрелков под командой лейтенанта Мориса Диза За мостом наблюдал рядовой Гадли Когда я был на мосту, до начала самого боя на мост пришли маленький мальчик и девочка И принесли мне кофе с булочками Я с большим удовольствием пил кофе И как мог объяснялся с этими детьми Когда немцы начали стрелять И я сказал мальчику и девочке Теперь вы лучше сматываетесь отсюда А то вас может ранить Стрельба усиливалась И волны немецкой пехоты двинулись к мосту Лейтенант Диза и его солдаты неистово стреляли по врагу Но их был всего взвод Противостоявший всей мощи немецкого 9-го корпуса Они несли тяжелые потери Вокруг гибли солдаты И лейтенант Диз сам взялся за пулемет Вскоре он был убит Командиром остался рядовой Гадли Мы продержались до вечера Когда по линии пришел приказ отходить Меня попросили остаться И удерживать позицию Прикрывая отход Я это и сделал Хотя был несколько раз серьезно ранен Но я смог продержаться И я остался один На переднем крае боя Рядом лежал убитый лейтенант Диз Рядом лежали мертвые товарищи Патроны закончились И рядовой Гадли закончил сражаться Разрушив пулемет Мужество его подразделения позволило Первой линии британцев Отойти без потерь Рядовой Гадли попал в плен Он был единственным Кто уцелел Его и лейтенанта Диза Наградили крестом Виктории Высшей наградой Британии И замужества 32 страны Бросили свою промышленную мощь Друг против друга В кровопролитнейший Из воин Когда-либо виденных миром За 4 года и 3 месяца Погибло 10 миллионов человек Как и немцы Британцы погибшие под Монсом В августе 14-го года Рассчитывали быть дома К Рождеству Лейтенант Диз был похоронен На этом военном кладбище Во Франции Рядом с ним похоронен Рядовой Прайс Погибший 4-мя Годами позже Это последний британец Лейтенант Диз не узнал Ничего о горчичном газе О копной войне О подводных лодках Танках и боевых самолетах Для рядового Прайса Лежащего рядом Они были знакомы Историей Июль 1916-го Первая мировая война В разгаре Все больше и больше людей Забирают на фронт Во время призыва В Британии Создаются батальоны друзей Состоящие из молодых людей Знакомых по работе По занятиям спортом Живущих в одном городке Британцы делали это осознанно Они надеялись Что крепкая дружба Поможет солдатам Перенести ожидавший их кошмар Битву на Сомме Когда батальоны друзей Прибыли во Францию Окопы на Западном фронте Уже протянулись На 500 миль От Северного моря До Швейцарии Вдоль всех траншей Ряды колючей проволоки Преграждали путь нападающим Пулеметы со скорострельностью 600 выстрелов в минуту Простреливали каждый дюйм За колючей проволокой В этой войне Атаки пехоты Были самоубийственны Быстрого и решительного столкновения Ожидавшегося немецким штабом Не получилось Напротив Это напоминало Гражданскую войну в Америке Длительную Кровопролитную войну На истощение К 1916 году Жертвы уже Исчислялись Миллионами И тогда Британский генерал Сэр Дуглас Хейк Разработал план Окончания Кровавой бойни Благодаря гигантскому Наступлению На реке Соми План был прост Крупнейшее в истории Количество снарядов Будет обрушено на немцев В ходе мощнейшей В истории Артподготовки С целью пробить Бреж в их обороне Затем Британские войска Двинутся в прорыв Чтобы захватить Уцелевшие позиции немцев Это была теория Чтобы воплотить ее На практике Британцы Мобилизовали промышленность Они создали Целую транспортную систему Подвоза артиллерии На линию фронта Как и прусские военачальники В 19 веке Они использовали Железные дороги И теперь С появлением Двигателя внутреннего сгорания Британцы Могли рассчитывать На колесные И гусеничные машины Разного размера Для доставки На фронт Боеприпасов В 1815 году Наполеон имел В битве при Ватерлоо Только 20 тысяч Артиллерийских снарядов Британцы на Соме Имели 3 миллиона На рассвете 26 июля 1916 года Началась Артподготовка Британская артиллерия Осыпала немецкие позиции Градом снарядов От 18 фунтовой Шрапнели До массивных 1400 фунтовых Зарядов 15 дюймовых Гаубиц Это должно было Продолжаться неделю Гаубиц Если у вас понравится Гаубиц Кто горячий Ну а Угу В Угу Газ хлорин сжигал легкие, обжигал кожу и ослеплял. Будучи тяжелее воздух, он полностью заполнял немецкие траншеи, проникая в каждую щель. Британский обстрел продолжался 7 дней. Канонаду было слышно за Ла-Маншем в Лондоне. На восьмой день орудия замолчали. Затем в 6.30 утра 1 июля страшнейший огневой вал прокатился вновь. Рядовой Фрэнк Хоукинс из стрелков королевы Виктории видел, как был уничтожен целый лес перед ним. Целые деревья, вырванные с корнем, взлетали в воздух, и вскоре весь лес пылал. Наблюдая за его уничтожением, рядовой Хоукинс сделал глоток рома. Неожиданно орудия смолкли. На траншеи опустилась тишина. Следующим, что Хоукинс услышал, были свистки взводных офицеров, часы которых одновременно показали 7.30 утра. Пришло время идти вперед. На протяжении фронта в 20 миль 200 тысяч британских солдат поднимались по лестницам из своих окопов и по нейтральной земле двигались на немцев. Атакующих возглавляли британские офицеры, нередко вооруженные лишь офицерским стеком или револьвером. Стрелки 16-го полка, нортунберляндских стрелков, шли вслед за футбольным мячом, брошенным вперед известным игроком. Настолько уверены были британцы, что огневой вал сделал свое дело. Но немцы копали окопы на совесть. Многие из них даже уцелели. Когда обстрел прекратился, немецкие пулеметчики схватили свое оружие и выбрались из укрытий. Войны и цивилизация. По слегка наклонной открытой местности нейтральной зоны британцы продвигались под градом пуль. Их косила цепь за цепью. Некоторые были убиты, как только высунули головы из траншей. Других искрошило в куски, когда они застряли в немецкой колючей проволоке. Из 200 тысяч британцев, двинувшихся в атаку 1 июля 1916 года, 20 тысяч погибли в первый же день. Большинство в первый час. 40 тысяч были ранены. Пострадал один из трех. Это остается самым кровавым днем в длинной военной истории Британии. Те немногие, кто достиг немецких окопов, наткнулись на две линии резервных траншей, по-прежнему целых. Телефонные провода, неосмотрительно положенные через нейтральную зону, вскоре были перебиты немецкой артиллерией. Британцы были отрезаны, не имея возможности идти ни вперед, ни назад. Немногие выжившие прорвались назад к британским окопам. За их спиной воздух был наполнен воплями раненых. Их смогут подобрать только через три дня, 4 июля. Битва на Соме не закончилась ни первого, ни даже 4 июля. Она продолжалась до 18 ноября. За 4 месяца ни одна из сторон не продвинулась ни на метр. 419 654 британских солдата были убиты или ранены. Почти 200 тысяч потеряли их союзники-французы. Немцы потеряли 650 тысяч человек. Были выпущены миллионы снарядов, но противостояние продолжалось. Выход из тупика обе стороны искали в новых технологиях. С помощью одной из них танка, гусеничные пуленепробиваемые машины, вооруженной пулеметом и пушкой, можно было преодолевать траншеи. Танки были медленные и ненадежные. Но это было будущее войны на суше. А над окопами зарождалась будущая война в воздухе. К концу 1918 года Германия была истощена войной на два фронта и вступлением в войну Америки. Ее население практически голодало. Первая мировая война подходила к концу. У обеих сторон уровень потерь среди пехоты был 200, а то и 300 процентов. Огромные армии, сформированные летом 1914 года, были уничтожены и заменены. Снова разбитые, заменены, перебитые и в третий раз заменены. Погибло 10 миллионов солдат. 21 миллион был ранен. В 1918 году армия Германии не могла уже сражаться, но не была она и окончательно разбита. Версальский мирный договор лишил Германию ее армии и флота. Последовавший экономический кризис посеял среди многих немцев глубокое негодование. Среди них был боец 16-го Баварского резервного полка. В битве на Ипре в 15-м году его часть сократилась с 3600 человек до 611. К 16-му году он был одним из немногих уцелевших. Когда армия Германии капитулировала 11-го и 19-го года, Казахстана, ефрейтор Адольф Гитлер. Адольф Гитлер получил власть как лидер германии. Стратегия заключалась в молниеносности войны Блицкриги. Блицкриг зависела от двух видов оружия — танков и авиации. После Первой мировой они стали быстрее, больше и эффективнее. Теперь ими можно было управлять с помощью другой новинки — радио. В течение 30-х годов генералы теоретизировали насчет действенности управляемых по радио танковых и авиационных частей. Германия Адольфа Гитлера первой воплотила теорию в практику. Первого сентября 1939 года немцы напали на Польшу. Они разгромили ее армию за недели, а авиацию — за день. Союзники Польши, Великобритании и Франции объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война. К весне 1940 года Германия захватила Польшу, Голландию и Бельгию. Теперь на севере Франции им снова противостояли британцы и французы. Готовясь к окопной войне, французы построили вдоль линии из Германии укрепленную линию — линию Можино. Они были готовы сражаться, но времена окопной войны прошли. Никто не верил, что танки способны на прорыв, кроме немцев. В армии союзников было 2,5 миллиона солдат, но они были не в том месте. Германия собрала танки и бросила их на прорыв. Это заняло всего 4 дня. Блицкрик включал и другие способы быстро побеждать противника. Высадив воздушные десанты в тылу голландских войск, немцы еще более расширили военный потенциал самолета. Устремившись в сторону пролива Ла-Манш, немецкие танки рассекли армии французов и британцев напополам. Сраженные невероятным напором немецкого наступления, союзники проиграли. Британия эвакуировала войска с материка. Французы капитулировали в Кампиене, в том же железнодорожном вагоне, где Германия подписала капитуляцию в Первой мировой войне. Блицкрик удался. Самолеты и танки доказали превосходство. Гитлер взял Париж. Пока британские истребители боролись с Люфтваффе в воздухе, Королевский флот защищал важнейшие морские линии. Вторая мировая война переместилась теперь в моря. С помощью радаров и самолетов Британия упорно сражалась с немецкими субмаринами в Атлантике. Но важность воздушного господства в морской войне особенно проявилась в другом районе мира, на Тихом океане. 7 декабря 1941 года 360 японских самолетов поднялись с шести авианосцев и атаковали в Пирл-Харборе Тихоокеанский флот США. Это напоминало японское нападение на русских в Порт-Артуре в 1904 году. За один день японская морская авиация на год вывела из строя весь Тихоокеанский флот. Через четыре дня Германия объявила войну Соединенным Штатам. Америка воевала на двух океанах, при флоте, уничтоженном наполовину. И все же Пирл-Харбор не стал точкой в войне, как надеялись японцы. Во время налета часть американских кораблей была в море. Это была важная часть авианосцы. Об этом невезении японцы еще пожалеют. Через семь месяцев после Пирл-Харбора японцы решили атаковать американскую базу на Гавайских островах. Остров назывался Мидуэй. Четыре японских авианосца и 11 боевых кораблей направились к Мидуэй под командой адмирала Нагумо. Против них у адмирала Честера Нимитса было всего три авианосца Хорнет, Интерпрайз и Йорктаун. Но у Нимитса было одно преимущество. Перед японцами американцы взломали их код и знали их планы. Он решил атаковать. Ранним утром 4 июня 42-го года японские самолеты бомбили Мидуэй и вернулись на свои суда для заправки. В этот момент американцы подняли свои пикирующие бомбардировщики и торпедоносцы. Летные палубы японских авианосцев были забиты бомбами и топливом. Исход был ужасающим. К концу дня авианесущий флот японцев был уничтожен. Американцы потеряли один авианосец Йорктаун. В этот день Япония начала проигрывать войну. Мидуэй изменил войну на море. Как и наземные сражения, морские битвы зависели теперь от господства в воздухе. Три долгих года Великобритания и США сражались в море и в небе. Но они были не одни. У них был союзник, который потеряет в 10 раз больше людей, чем Америка и Британия вместе взятые. Советский Союз. 22 июня 1941 года три миллиона немецких солдат вторглись в Советский Союз по плану Барбаросса крупнейшей наступательной операции в истории. Она была и одной из жесточайших. Гитлер считал население Восточной Европы унтерменшен, недочеловеками, недостойными жизни. Немцы специально не кормили и издевались над русскими пленными. Три с половиной миллиона умерли в плену. Продвигаясь на восток, нацисты расправлялись с евреями в каждом захваченном городе. Их выгоняли из домов, их избивали и их сгоняли в гетто. Покоренным народом Гитлер готовил особую судьбу. Окончательное решение. В России Гитлер продвинулся дальше, чем кто-либо из завоевателей после Наполеона. На севере его войска осадили Ленинград. А на юге, на их пути, был город, имя которого останется жить в истории войн. Сталинград. КОНЕЦ